Сегодня мы с вами будем тренировать среднюю и заднюю дельту и пиццы. Для меня это самая лучшая тренировка в бодибилдерском стиле. Я не понимаю, когда люди говорят, что статодинамика, что тренинг на окислительные мышечные волокна не работает. Это, друзья, чушь. Это говорит только о том, что люди не умеют грамотно тренироваться именно в билдерском стиле. Физкульт-привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. На прошлой неделе мы с вами потренировали по науке гликолитические мышечные волокна. Кто не видел, обязательно посмотрите. Но давайте коротко напомним, что мы с вами делали и как разбивали по мышечным группам по дням. Это тоже очень важно, как компоновать свои тренировки. Мы с вами видели ролики на Дельты и... …. Субтитры сделал DimaTorzok На широчайшие и трицепс Субтитры сделал DimaTorzok Ноги Сегодня мы начинаем тренировать Тренировать окислительные мышечные волокна Для меня это самая лучшая тренировка в бодибилдерском стиле Я не понимаю, когда люди говорят, что статодинамика, что тренинг на окислительные мышечные волокна не работает Это, друзья, чушь Это говорит только о том, что люди не умеют грамотно тренироваться именно в билдерском стиле Для меня это самый тяжелый вид тренинга Для меня это ментальная концентрация полная Сумасшедший памп Преодоление себя Именно ощущение Жжения в работающей мышце В каждой мышечной группе, которую бы вы не прокачивали Если вы не чувствуете этого Значит вы что-то делаете неправильно В чем отличие тренинга на гипертрофию окислительных мышечных волокон за счет гиперплазии миофибрил от гликолитического Во-первых, отличие в амплитуде движения Если в гликолитических волокнах, когда мы работаем, мы используем полную амплитуду То в окислительном тренинге нам крайне необходимо обязательно использовать укороченную амплитуду И желательно работать в самом ее тяжелом участке Для того, чтобы затруднить отток крови от работающей мышцы Все равно кровь будет приходить и уходить Но благодаря такому тренингу закисление будет происходить гораздо быстрее Еще один научный подтвержденный факт Окислительные мышечные волокна способны к гипертрофии Ровно настолько же, на такой же процент, как и гликолитические И когда вам говорят, что можно не тренировать окислительные мышечные волокна Это полная глупость Во-первых, вы будете выглядеть меньше Во-вторых, что самое главное, я считаю, в тренинге Для любого, и для натурала, и для использующего фармакологию Это периодизация Естественно, друзья, к такому тренингу нужно переходить уже после того, как вы освоили технику Но что самое главное, когда достигли определенных силовых показателей И парни, и девушки Вы знаете, что вышли в свет две мои книги Отдельно для парней, отдельно для девчонок Где есть пошагово практически на два года расписано все Как что делать, силовые тесты, каких силовых показателей нужно достичь для того, чтобы переходить со ступени на ступень Кто не хочет, кто экономит покупать эти книги, может зайти на мой сайт HMGym.ru и совершенно бесплатно ознакомиться со статьями, ступенем В книге просто собрано очень много интересной информации Вся она собрана в одном месте Ну что же, давайте перейдем к тренингу Начнем с моего любимого упражнения на дельты Это отведение гантелей, лежа грудью на наклонной скамье В стороны, естественно Работать мы будем сериями Что такое серия? Серия состоит из трех подходов Мы находимся под нагрузкой То есть работаем 30 секунд И 30 секунд отдыхаем 30 секунд работаем 30 секунд отдыхаем И еще разок 30 секунд находимся под нагрузкой Работаем Затем отдыхаем Две минуты Переходим к следующему упражнению На другую мышечную группу Вот серия Это три сета 30 секунд работаем 30 секунд отдыхаем Я сегодня сделаю пять таких серий Друзья, это страшнейшая работа, очень тяжелая. Если вы только ознакомливаетесь с периодизацией, то я настоятельно рекомендую вам начинать максимум с трех таких серий. И только с ростом опыта, со стажем можно добавлять четвертую, а потом уже по необходимости и пятую. Сделал я заднюю дельту и перешел к отведениям в стороны на среднюю дельту. Те же самые 30 секунд работы, 30 секунд отдыха, 30 секунд работы, 30 секунд отдыха и еще разок 30 секунд работы, 30 секунд отдыха. То есть сделал одну серию и отдыхаю две минуты. Перехожу к подъему штанги на бицепс. Естественно, и отведение в стороны, и подъемы штанги на бицепс, как я уже говорил, мы делаем с вами в укороченной, ограниченной амплитуде, в самом ее тяжелом участке. Обратите на это, друзья, особое внимание. Это очень и очень важно. Так как я люблю все три этих упражнения, я сделал первые три серии именно только из этих упражнений. Затем я сделал серию тяг, специальных тяг, широким хватом, локти в стороны на заднюю дельту. Затем я сделал серию тяг. Отведение в тренажере на среднюю дельту. И сделал подъемы на бицепс в тренажере. Затем, друзья, я сделал обратный пэк-дэк. Это тоже одно из моих любимых упражнений, где задняя дельта чувствуется лучше всего. Очередная серия... Затем я снова сделал ответ. Я сделал проведение в тренажере стоя и сделал концентрированные сгибания в тренажере на каждую руку для бицепса отдельно рукой. Мне очень нравится делать многие упражнения одной рукой по той простой причине, что можно целиком и полностью сконцентрироваться на работе отдельной мышечной группы. Друзья, попробуйте повторить данную тренировку. Обязательно отпишитесь в комментариях, как вам понравилось. Если вы уже делали подобные тренировки, то тоже напишите, что вам нравится, что не нравится, какие вопросы у вас появляются, какие трудности. И поверьте мне, тренируясь подобным образом, вы разгружаете свою психику, вы разгружаете свою центральную нервную систему, вы прогрессируете и уберегаете себя от травм. И что самое главное, по науке вы даете своим миофеврилам целиком и полностью сформироваться, вырасти, окрепнуть. Это очень и очень важно. Друзья, спасибо, что смотрите меня. Ставьте палец вверх, если вам понравилось. Если не понравилось, смело ставьте палец вниз. Но обязательно отпишитесь в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось. И еще очень важный момент, если хотите не пропускать мои ролики, обязательно нажмите на колокольчик, потому что по новым правилам YouTube, если вы этого не сделаете, вы можете пропустить следующий ролик. А я думаю, никто из вас, кто хочет грамотно тренироваться, не хочет пропускать мои новые ролики. По крайней мере, я на это надеюсь. И обязательно делитесь в соцсетях моими видеороликами. Заходите на мой сайт, вступайте в мою закрытую группу. Давайте вместе двигаться по этому прекрасному жизненному пути под названием Iron Religion. Помимо тренажерного зала, еще и играю в хоккей вратарем. Вы знаете, это очень и очень сложно. Постоянно сел, упал, встал, сел, упал, встал. Ноги закисляются очень быстро. И именно такие тренировки помогают мне находиться на пике выносливости. При этом объемы ног у меня не страдают. И опять-таки подключается периодизация. Вы знаете, что нет ничего лучше, чем периодизация. Да, друзья, не забывайте делать гиперэкстензии в конце вашего тренинга и заминку. Это очень и очень важно. Хочу напомнить вам, что вышли в свет две мои книги. Отдельно для девушек, отдельно для парней. Серия FAK Fitness. Вы обязаны изучить эти книги, если вы являетесь персональным тренером, инструктором. Если вы хотите получать грамотные знания о том, как правильно начать тренироваться. Чтобы не навредить себе. И самое главное, чтобы вы шаг за шагом, ступенька за ступенькой поднимались. Улучшая свое здоровье, качество своего тела. Друзья, не пропустите другие ролики из данной серии. Где мы с вами будем прокачивать на окислительные мышечные волокна наши ноги. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Друзья, не пропустите другие ролики из данной серии. Друзья, не пропустите другие ролики из данной серии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Увидимся, друзья, как всегда в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА